Всем здравствуйте! С вами на связи Еленя Моно-Тиатр. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать такой немножечко шуточный рассказ, который называется «Послание мне из будущего», что оно хочет мне сказать. Благодарю Юлечку за идею. На самом деле вы знаете, что я не очень люблю гадания, гадания на будущее, всевозможную прогностику на будущее. Не потому что я не верю, хотя на самом деле, знаете, вот эти вот моменты дежаву, с которыми многие сталкиваются, и я частенько, это в принципе наше будущее, которое уже зафиксировано, то есть та ситуация, которая должна произойти при любом раскладе в нашем будущем, и она случается. И вот наши хранители, по сути, передают нам эту информацию из будущего, и мы ее... Ну, лично я ее получаю во сне однозначно, поэтому, когда эта ситуация случается уже в жизни, у меня получается такой момент дежаву, да, как будто бы я это уже проживала. Но я точно помню, откуда этот момент, да, это фрагменты моего сна, и это посылает нам наши хранители, с которыми мы постоянно находимся 24 на 7 на связи. Ну, независимо от того, слышим мы их или нет, но они с нами находятся на связи. Поэтому, в принципе, да, есть такие фрагменты будущего, которые 100% произойдут, они уже утвердились, если так можно сказать. Вот, но, в принципе, все остальное, это, как правило, пластично, и оно может видоизменяться. Ну, это так, для информации. А вы помните, что у нас три позиции, да, любимые три позиции карты падают. Вот. Так, и мы приступаем. Выбирайте одну из трех позиций. Первая, вторая, третья. Хочу сказать, что это моя вторая попытка записать. Первая попытка, когда я стала раскладывать карты, именно по позициям зазвенел телефон. Вот, и мне пришлось остановить запись. Ну, кстати, как раз-таки знак того, что голос будущего с нами разговаривает и на связи. Выбирайте первая, вторая, третья. Я немножечко помолчу с настроем с картами, а вы сделаете свой выбор. Итак, готовы? Давайте приступим. Отодвигаем в сторонку две карты. Итак, позиция номер один. Какое здесь послание для вас из будущего? Ну, прекрасное, да? Двойка, кубка. Сегодня я снова взяла любимую колоду Уэйта, классику. Послание для тех, кто ждет союза, для тех, кто хочет романтических отношений, для тех, кто мечтает об отношениях именно на равных, когда каждый в паре выполняет свою роль на равных, да, женщина является принимающей, а мужчина именно дающим, такой, знаете, правильный баланс, правильный энергообмен между парой, то вот послание вам о том, что очень-очень близко, да, близок ваш союз, да, когда вы встретите такого человека. Время я не могу сказать, да, я не говорю, но все же, давайте посмотрим более подробно, о чем здесь идет речь, о каком союзе. Итак, я буду говорить, в общем, о союзе, да, этот союз может быть как и партнерский, так и любовный, да, личный, личные взаимоотношения. Здесь вам ваше будущее говорит о том, что да, этот союз имеет место быть, это союз на равных, союз, в котором будет присутствовать диалог, союз, который уже существует в вашем будущем, когда в вашей жизни присутствует человек, и здесь карты говорят о том, что этот союз стал результатом какого-то вашего прорыва, либо о котором вы мечтали, либо о котором вы запрограммировали, да, то есть создали, так сказать, по собственному желанию. То есть это не какая-то случайная встреча была в вашей жизни, да, вы работали над этим, и вам нужно было совершить прорыв. А вот какой прорыв вы совершили, давайте мы посмотрим, да, для того, чтобы прийти к этому союзу, именно гармоничному союзу. Прорыв в своих эмоциях, да, прорыв в том, когда вы переживали, возможно, вы были в предыдущих каких-то отношениях, да, и расстались, либо те отношения вас не удовлетворяли, вы очень сильно переживали, эмоционировали, либо, опять-таки, это партнерство, да, это может быть и по профессиональной сфере, то есть не только лично, еще раз уточню этот момент. Что-то пошло не так, да, и вы получили опыт, опыт, который вам был неприятен, но он был направлен на то, чтобы вы заново взглянули на себя, сделали свою переоценку ценностей, да, и научились выстраивать границы, научились выстраивать границы, научились собирать себя воедино, научились разделять, так бы сказать, здесь, понимаете, здесь, когда вы находились в отношениях, вы в какой-то момент просто теряли себя. Бывают такие моменты, когда нам очень нравится человек, либо нам нравятся взаимоотношения с ним, это могут быть друзья, это могут быть, еще раз скажу, любые люди, но вот присутствие их в нашей жизни, оно по каким-то причинам становится очень ценным и важным для нас, и вот в этот момент мы начинаем забывать о себя, о себе и как будто бы теряем себя, и вот здесь вот как раз-таки вы совершили этот прорыв, да, когда, возможно, как вариант, вы сказали, что все, хватит сокрушаться о прошлом, прошлое прошло, идем в будущее, и я получил, либо получил какой-то определенный опыт, и больше я не хочу к нему возвращаться, то есть, ну, не имеет смысла уже, да, я уже вышел на другой уровень, либо я хочу выйти из этого цикла, и здесь вот как раз-таки произошла переоценка ценностей, когда вы, в принципе, начали изучать себя и ставить себя на первое место, вот в чем здесь был ключевой урок, да, когда вы учились отстаивать себя, и здесь, по сути, знаете, для того, чтобы дорасти до такого союза равных, во-первых, вам нужно было понять, что вы хотите, как вы хотите именно для себя изучить себя, подтянуть себя до определенного уровня, да, на котором вы хотели бы вибрировать, чтобы на нем именно протянуть своего партнера, человека, с которым вы могли бы выстраивать гармоничное отношение, то есть, другими словами, вам нужно было дорасти до человека, которого вы хотели иметь в своей жизни, поэтому сначала вы поработали над собой, это послание из будущего, да, вам будущее говорит, сначала вы поработали над собой, сначала вы выросли, сначала вы успокоились, собрали себя по кусочкам, проработали свои страхи, блоки, научились выстраивать границы, осознали сценарий жертва-преследователь, и в какой-то момент просто, когда, знаете, с уважением стали относиться к себе, с такой, ну, вниманием, с заботой, да, то есть перенаправили с другого человека на себя, вам стало интересно и приятнее жить, да, вот вы как будто бы расслабились немножко, и тем самым притянули того человека, который соответствовал вам той либо тем, кем вы являетесь сейчас в будущем, то есть есть определенный этап, до которого вы должны были, да, расти, чтобы притянуть, да, познакомиться с человеком, но это вот пример, чтобы вам было более понятнее, да, представьте, если вы живете, например, в деревне, у вас есть определенные ценности, определенное мировоззрение, и вдруг вы неожиданно приезжаете в город, и вам говорят, что, ну, все хорошо, да, и твоя чистота, и невинность, и все вроде бы хорошо, но взгляд со стороны, вот, ну, простенький-простенький такой человек, да, неискушенный, которого легко очень обмануть, которого легко очень использовать, и вот только прожив какое-то время в городе, вы начинаете адаптироваться, понимаете, да, обстановку, и вы начинаете расти, вы начинаете меняться, и после того, когда вы возвращаетесь уже в деревню, да, вам уже, ну, видно, что вот городской человек приехал, да, по повадкам, по ведению, по манерам, сразу это считывается, вот это вот примерно то же самое, как будто вы уже живете в городе, и шлете весточку себе в деревню, что нужно сделать для того, чтобы вырасти, а нужно вот именно научиться любить себя, да, стать именно, если рассказ смотрит женщина, то стать именно императрицей, императрицей это собирательный архетип, который несет в себе четырех королев, и мечей, и королеву кубков, и королеву земли, и педагрид, да, и королеву посохов, то есть это четыре женщины, и для того, чтобы стать вот именно императрицей, нужно потянуть вот эти вот четыре аспекта, четыре стихии, которые присутствуют в вас, поэтому посмотрите, это если женщина, а если мужчина, то здесь карта говорит о том, что вы должны стать человеком, который умеет договариваться, человек, который уважает, человек, который становится хозяином своей жизни, и при этом в нем присутствуют не качества императора жесткие, да, а более мягкие, то есть человек умеет адаптироваться, не прогибаться не под кого-то, а именно понимать, да, через свою мудрость, как дальше нужно двигаться, с кем нужно общаться, в каком формате, что нужно, здесь не хитрость, а здесь именно мудрость, да, умение адаптироваться под ситуацию. Давайте еще на этой колоде посмотрим, какое еще здесь послание есть для вас из будущего, что скажет второго шамана. Да, здесь идет новое начало, абсолютно новое начало, исцеление. Здесь карты говорят о том, что вы действительно отпустите свое прошлое, либо отпустили, да, если мы говорим из будущего, как рекомендация, отпусти, отпусти прошлое, исцелись, увидь новые возможности, да, и просто иди и шагни, доверься этому, все получится. Да, нужно успокоить, для этого нужно только успокоить свой ум, успокоить свой ум на, знаете, вот не придумывать лишнего, ничего, никаких сценариев, не возвращаться в прошлое, да, не сокрушаться ни в коем случае о прошлом, что вот какой я, там, бедный, несчастный меня кинули, обманули, либо предали, а наоборот рассмотреть это просто как опыт и нейтрально к нему относиться, желательно не оценивать, да, как со мной обошлись, либо как я обошелся, что справедливо, а что нет, просто оставьте пока на данный момент эту ситуацию, что это опыт, да, не будем в ней копаться, потому что иногда, когда мы неправильно подходим к анализу ситуации, мы задаем часто вопрос, почему, почему со мной это произошло в прошлом, да, и вот этот вот ответ на этот вопрос, почему он включает как раз-таки эмоциональную составляющую, и мы начинаем переживать и волноваться, когда мы говорим о прошлом, а нужно задавать вопрос, для чего, то есть что мне эта ситуация дала, чему меня научила, тогда вы просто переключаете свое внимание с жертвования, да, какого-то, да, жертвенности вот этого состояния, никчевности, самобичевания, просто переключаете именно на тот прорыв, который необходим, да, нам как победителям, вот по первой позиции, для того, чтобы понять, а для чего все это происходило, что мне это дало, чему меня научила, чему меня ведут, то есть просто увидеть этот путь, да, куда вас ведут, поэтому включайте свой ум именно через расслабление, через упорядовочность, да, и через фокусировку, то есть фокусируйтесь исключительно на том, что вы хотите иметь, а не того, от чего вы избегаете, просто вспомните, помните об этом, да, то есть вам, если вы хотите создать вот такой гармоничный союз, что вам для этого нужно делать, и думайте об этом, не о том, а чего я не хочу, я не хочу снова быть вот таким человеком, да, чтобы не обманывали, критиковали и так далее, а наоборот, что вы хотите, вот туда переключайте свое внимание, это полярность, из минусов в плюс, вот такой вот, такая у нас была сегодня первая позиция, и такое послание было по первой позиции, давайте теперь посмотрим позицию номер два, так, вам, какое здесь послание есть будущего, что оно хочет вам сказать, здесь послание говорит о том, что вы, на самом деле счастливый человек, вы уже достигли многого, вы умеете зарабатывать, у вас есть понимание, как это делать, в принципе вы целостный человек, уже сейчас в будущем, да, сейчас в будущем, стали, так скажем, да, целостным человеком, который умеет зарабатывать, у которого есть знания, человек, который четко понимает, что он хочет, как он хочет, у него есть изобилие, человек мудрый, человек проживший, определенный богатый опыт, да, несет за своими плечами, и все у этого человека цветет и пахнет, кроме одного, этот человек достаточно закрыт, а чего же он закрывается? человек здесь закрывается от мужчины, то есть в будущем, да, присутствует король мечей, да, человек достаточно мудрый, который я могла бы сказать, что он вам подставит, почему? Потому что это тоже человек, который скрывает свои чувства, но при этом это очень умный человек, это человек-аналитик, стратег, да, он может быть холоден, но все его, вся его суть направлена на то, чтобы глубоко анализировать, думать, да, то есть это человек, который занимается мыслительными процессами, и на второй план отводит как раз-таки чувства, и это человек, который не совсем умеет действовать, это человек, который больше находится именно в голове, точно так же, как и вы, закрываясь, да, от внешнего мира своей самодостаточностью, вы больше проводите время в себе, и вот здесь вот вам послание говорит о том, что в будущем вам очень сложно как-то вот, либо вы закрываетесь от этого человека, либо вам сложно выстраивать отношения с этим человеком, потому что вы... вы не можете сделать какой-то выбор определенный по отношению к этому человеку, вам уже тяжело, я могу предположить, что здесь тяжесть как раз-таки с этим и связана, что вот ваше одиночество, то есть умение все решать самостоятельно, умение брать ответственность, вот эта вот ответственность чрезмерная, да, чересчур, она вас уже подавляет, вам уже сложно, потому что... знаете, бывает такой момент, когда вы просто хотите быть хорошим человеком, и с добротой относитесь к другим людям, и как-то вот на себя взвалили чужие обязанности, да, может быть не рассчитали силы, может быть как-то много очень дел, и вот вам тяжело сейчас на данный момент, в будущем, да, двигаться, и пока вы не можете в будущем своем сделать какой-то определенный выбор, и вам страшно, почему? Потому что либо очень много дел надо сделать одновременно, и вы не можете выстроить приоритет, и вот здесь вот страх вот этот вот иллюзорный, да, и какое-то конфликтное состояние, здесь у вас внутренняя борьба, когда, да, сложно, здесь сложно сделать выбор касательно... касательно каких-то прошлых отношений, то есть тех, которые наверняка уже сейчас у вас присутствуют, то через какое-то время в будущем вы все равно так же будете колебаться, потому что вы не все видите и не все знаете в этой ситуации, есть такая некая какая-то непроясненность, да, некое молчание, возможно, произошел даже и конфликт, когда люди просто не общаются, но при этом нету здесь расставания, но что-то не прояснено, знаете, просто как-то поругались и взяли паузу большую, и встали перед выбором, а что дальше делать в этих отношениях. Вот такая ситуация у вас сейчас, в данный момент разворачивается в вашем будущем, да, вот, и что же оно хочет вам сказать? Чтобы для того, чтобы вот эта вот ситуация не была, да, чтобы она, чтобы не присутствовала вот эта вот закрытость эмоциональная ваша, да, так же, как и вашего партнера, чтобы все было ясно, чтобы все было прозрачно, вы не вставали перед выбором, вам сейчас нужно на данный момент определиться, да, с одной стороны, у вас есть профессиональная сфера реализации себя, становления себя, помните, в будущем вы уже человек, человек, который, ну, личность самодостаточная, целостная, значит, как вариант вы, возможно, выбираете это, а с другой стороны, вам просто нужно выйти из вашего сценария в личных взаимоотношениях, да, и нацелиться на будущее, то есть, с одной стороны, ваше будущее связано с отношениями, а с другой стороны, ваше будущее связано именно с реализацией себя в профессиональной сфере, и если смотреть, исходя из будущего на сейчас, да, то наверняка вы выбираете, ну, то есть, весь акцент свой сделали больше на профессиональную сферу, знаете, как будто бы здесь идет убегание, вот вы убегаете от того, чтобы решить личные свои взаимоотношения, и с головой погружаетесь именно в профессию, и чтобы вот такой вот ситуации не было в будущем, чтобы она не тянулась, вам сейчас предлагается поставить точку и решить, то есть, определиться, какие отношения вы хотите, как вы хотите себя вести, как вы хотите, что вообще вы хотите в отношениях, да, какого человека вы хотите, для чего вы его хотите, вот просто обратите внимание на это, подумайте, проанализируйте, сделайте некий такой уравновесисти внутри себя, профессиональную сферу и личную, то есть, чтобы не было перекосов ни в одну сторону, ни в другую, потому что сейчас у вас есть в будущем перекос именно в профессиональную сферу, поэтому личная отошла на второй план, и вы все равно в будущем столкнулись с этим. определитесь со своими личными отношениями, сгармонизируйте их, четко поймите, что вы хотите, чтобы в будущем не сталкиваться с этим. Возможно, нужно поработать со своими отношениями на сейчас. Обычно такая вот ситуация бывает, когда мы сами не понимаем, что мы хотим. Мы хотим что-то, да, и мы говорим это общими словами, например, хочу человека, да, хочу серьезные отношения, но при этом какой смысл вкладываем, да, хочу человека для семьи. Вот эти вот шаблоны, которые я постоянно слышу, да, они связаны с тем, что мы перестали мыслить самостоятельно. Мы уже разговариваем какими-то заезженными фразами, и нам кажется, что если мы говорим на таком языке, да, то это понятно всем. А вы для себя сядьте и разберитесь вот именно с этими абстракциями, что значит серьезные отношения, что значит вообще серьезные слова серьезные, что оно подразумевает, что вы вкладываете в это, научитесь разговаривать простым языком, понятным трехлетнему человеку, да, ребенку. И тогда вы сами найдете для себя ответы, и в будущем сможете выстроить то, что вы хотите. Потому что слово серьезные отношения, оно подразумевает то, что вы до сих пор выстраиваете несерьезные отношения. А несерьезных кого мы называем? Как правило, называем незрелых людей, да, то есть маленьких детей. Значит, то, что как выстраиваете вы отношения, вы выстраиваете на уровне ребенка, вот задумайтесь над этими вещами, да, либо там еще что вы хотите, вот проанализируйте, тогда вам сразу все станет ясно и понятно, и исходя из этого вы сможете корректировать те отношения, которые у вас уже сейчас есть, да, и либо для того, чтобы в будущем у вас не было вот этой вот всей неразберихи. Да, здесь как раз-таки Таро Шаманов и говорит о том, что вы как будто бы уже и не верите. С одной стороны, молитесь, да, о том, просите высшие силы, о том, чтобы у вас были взаимные отношения, о том, чтобы отношения строились на уважение, на понимание, чтобы вы друг друга слышали. Здесь такое возникает ощущение, что в ваших отношениях вы просто присутствуете друг с другом, и при этом нету такой коммуникации, вы уже не слышите друг друга. Даже если вы разговариваете, вы не можете донести какую-то важную для вас информацию, вас человек не слышит, и вы не слышите. Я буду бы, ну, кто лес, кто под рова, и вы просите о том, чтобы ситуация разрешилась, о том, чтобы в вашей жизни были люди, которые транслировали вам взаимность в своих мыслях, в своих чувствах, в свое мировоззрение. Такое ощущение, что вы хотите как будто бы найти человека, похожего на вас самих. Поэтому подумайте, если это так, а вам вы нравитесь сами, если нет, измените в себе что-то. Что еще вам хочется сказать ваше будущее? Ну, чтобы вы не унывали, да, чтобы здесь в вашем будущем будет и солнце, вы идете к своей мечте. Просто путь, то, на что вы надеетесь, да, это имеет место быть, оно может реализоваться. Просто путь это довольно-таки долгий, это не быстро вы придете, потому что это урок, и вы должны этот урок пройти. Поэтому вы идете медленно, где-то оступаетесь, но вы четко знаете в будущем, куда вы хотите прийти, и у вас все получится. Солнце, солнце никогда не бывает негативным. Да, вам достаточно только осветить воды вашего бессознательного, то есть понять, какие там есть страхи, которые вас останавливают, чего вы боитесь. Солнце должно, луна, она в принципе не несет своего света, она просто отражает солнечный. Поэтому подумайте, что отражает ваше бессознательное, какие страхи. Вот такое послание было для вас сегодня. Второй позиции. Так, и давайте теперь посмотрим последнюю позицию, позиция номер три. Какое ваше послание из будущего, что оно хочет вам сказать? Ну, ваше будущее, в вашем будущем, в будущем, о чем я сегодня заговариваюсь, все по справедливости, абсолютно все по справедливости. Что вы сейчас сеете, однозначно в будущем вы и будете пожинать. То есть, то, что происходит в данный момент, здесь и сейчас с вами, это является результатом вашего прошлого. Если что-то вас не устраивает, вам не нужно исправлять это в прошлом, вам нужно обратить на это внимание сейчас и исправлять в моменте здесь и сейчас. Потому что таким образом вы закладываете семена на ваше будущее, о котором, о котором вот пришло вам смс. да, которое говорит о том, что все честно, все по справедливости. То, на чем вы, на что вы были нацелены, то вы и получили. Знаете, здесь то, о чем вы как будто бы молили, вы хотели. Вот, знаете, было какое-то такое, какой-то период в вашей жизни, да, именно, когда вы, отошли в сторонку, как-то уединились, здесь вы не закрылись, а выходить в каком, вы знаете, пассивном состоянии, да, вы не, не работали. С чем это было связано, эта пассивность? Ну, с тем, что у вас, видимо, это сейчас у вас происходит, да, так как мы смотрим из будущего. Видимо, сейчас у вас этот период происходит, да, скорее всего, это происходит на работе, когда вам дан импульс, дана энергия на то, чтобы вы проработали свои ограничения. То есть сейчас вы проходите свою трансформацию некую, да, и ограничения у вас связаны именно с финансами. То есть здесь финансовый аспект, вы прорабатываете, да, какой-то кризис, и вот вышел как раз киатшинник, да, вы сейчас закрываетесь. То есть вы сейчас углубляетесь в себя, стараете анализировать ситуацию, понимать, почему мне не хватает денег, с чем это связано, да, почему вот у меня на работе происходит то, что происходит, почему я вообще, допустим, ну, не могу выйти на другой уровень по финансам, почему вот присутствует вот эта вот, вот эта холодность, да, некий такой кризис. Вам нужны перемены. Вам ваше будущее говорит, что сейчас, в данный момент, вы должны пройти. Еще одна карта, подтверждающая то, что вам нужно произвести некие такие перемены, да, именно в той ситуации тупиковой, в которой вы находитесь, и вы должны понять, что вот в этот тупик вы сами себя вели, и этот тупик на самом деле, он в вашей голове, исключительно в вашей голове. То есть ваши мысли, это не то, что ваши поступки и действия вводят вас в тупиковое состояние безвыходное, а это именно ваши мыслительные процессы, да, ваши мысли, они вводят вас вот в это вот состояние, когда вы не знаете, как из него выйти. да, когда вы не знаете, как зарабатывать, как сделать так, чтобы наладился ваш финансовый канал. Здесь вот вопрос с финансами связан. Да, это очень сильно вас напрягает, и вот именно сейчас. но вам, в ближайшее время к вам придет какая-то информация, которая поможет вам именно произвести вот эту вот трансформацию, придет какая-то идея, придет какая-то мысль о том, как можно поменять свое финансовое положение. Обратите на это внимание, да, и вы начнете меняться, то есть вы примете какое-то решение, и это решение сейчас повлияет, то есть вам из будущего говорят, что вы сейчас находитесь на пороге какого-то очень важного решения в своей жизни, которое вы примете, да, что послужит переменам в будущем. И эти перемены, они будут по справедливости. Это будут честные перемены, да, то есть, ну, какие-то законные перемены, есть так можно сказать, да, вы станете как-то более ответственно подходить к ситуации. Какая мысль у вас родится, да, вы будете, ну, она не бы, не то, что она не быстрая, вы будете долго работать над этим моментом, то есть это не то, что вот мысль придет, да, она придет быстро, но когда вы начнете работать, вкладываться, да, реализовывать вот эту свою идею, на это уйдет очень, ну, достаточно большое количество времени. Но вы с этим справитесь, вы сможете. У вас есть ответы, вы сможете разрешить, если присутствуют конфликтные какие-то ситуации на работе, вы сможете их разрешить. Есть и силы, и способности, и вы знаете как. Вы разрулите эту ситуацию. Сейчас посмотрим на этой колоде, да, что же это все-таки за решение, какое решение к вам придет. И вам в будущем говорят, что все будет окей, не переживайте, все, все уравновесится, то есть в будущем все будет хорошо, а сейчас, видимо, у вас очень сложный период. Что же здесь? Да, еще одна карта, подтверждающая о том, что у вас действительно сейчас обучающий процесс происходит, связанный с потерей. Смотрите, по справедливости, у вас очень много наносного, очень чужого, ну, не вашего, что-то такого напридуманного. И сейчас период, когда вас обучают, то есть вы как будто бы держитесь за что-то очень сильно, и здесь как будто бы, знаете, как луковица какая-то, да, то есть слой за слоем, сначала шелуху убирают от лука, а потом каждый слой, когда отдирает до того, чтобы дойти до серединки, это, когда мы чистим лук, мы начинаем плакать, да, переживать. Здесь у вас идут очень сильные потери, причем потери могут быть не только финансовые, да, здесь идет очень сильный кризис, и он происходит специально, то есть у вас забирают то, что высшие силы считают, что это лишнее в вашей жизни по причине того, что вы перестали развиваться, вы перестали двигаться, идти вперед, почему? Потому что как-то вот остепенелись, как-то остановились, где-то появилась какая-то стагнация, и вот эта вот остановка, она была связана как раз-таки с тем, к чему вы очень сильно привязались, и сейчас у вас как раз-таки забирают то, что очень важно для вас, то, к чему вы привязываетесь, специально вызывая в вас такие, знаете, страхи касательно дальнейшего будущего, да, причем вы на том уровне, в котором вы находитесь, вы уже сейчас все понимаете, да, вы уже сейчас все узнаете, как и что там, а дальше в будущее вы не идете, вот будущее вас пугает, и поэтому вас забирает, как будто вы вынуждает совершить такой шаг, потому что иначе вы не можете, не сможете двигаться, да, и вас ведут на самом деле, есть силы, которые вам помогают, вам нужно будет только в дальнейшем сделать какой-то определенный выбор, да, и вообще сейчас выбор этот связан с тем, что вам нужно будет восстановиться, вы сможете услышать вот эту вот информацию, да, вот эту вот идею, как вам меняться, тогда, когда вы, как будто бы сначала вам нужно залезать какие-то свои раны, да, а потом вы сможете уже в спокойном состоянии совершить необходимый вам выбор, то есть услышать ту идею, ту мысль, которая поможет вам в будущем решить свои финансовые задачи, да, вы сможете перейти на другой этап, но сейчас вам нужно излечить свое сердце, да, свое раненое сердце, которое в принципе вы самостоятельно ранили, только потому, что вы очень сильно хотели чего-то, я не знаю, с чем это связано, да, я не имею в виду здесь человека, здесь может быть такой момент, да, как будто бы вы захотели, например, купить квартиру, да, и вы очень сильно это хотели, и взяли ипотеку, а потом мучаетесь, теперь как бы это все расплатить, и денег не хватает, и все такое, ну, как пример, да, вот такое вот послание было у нас, и по третьей позиции, я хочу, чтобы вы отнеслись к данному раскладу, такое, знаете, ну, вот как бы, не то, что не серьезно, а, ну, более спокойно, почему, потому что, еще расскажу, повторюсь, то, что я говорила в самом начале, я не люблю расклады прогностические, мой канал направлен больше на психологическое таро, то есть на понимание сценариев, на понимание, на процессы нашего мышления, на познание себя, нежели, ну, вот на, на такие гадательные процессы, хотя из этого мы тоже как-то узнаем лучше о себе, я благодарю вас за внимание, вы можете под этим видео оставлять свои какие-то идеи для будущих раскладов, а я с вами обращаюсь до новой недели, всем пока-пока.